Противостояние водителей и пешеходов началось, кажется, тогда же, когда появился транспорт. Те, кто за рулем, отказываются понимать передвигающихся на своих двоих. Пешеходы отвечают водителям взаимностью. Итогом непонимания часто становится авария. Люди попадают под колеса машин по всему городу. Нет места, где переходить дорогу в неположенном месте менее безопасно, чем в другом. Каждый раз, выходя на дорогу, пешеход подвергает опасности минимум две жизни. Свою собственную и жизнь водителя, который, даже если не пострадает при столкновении, после, скорее всего, попадет в тюрьму. В первом полугодии 2019-го произошло 99 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Более 100 человек получили ранения, 8 не пережили столкновение. В 30 авариях виновны сами пешеходы. Чаще всего аварии случались из-за перехода дороги в неположенном месте. На пешеходных переходах число дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, снизилось. Всего произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 44 получили травмы. Указанные дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы на территории городского округа Саранцев, в городе Розаевка, Ордатов, поселке Рамаданово и в поселке Комсомольский. С участием детей на пешеходных переходах зарегистрировано 5 ДТП, в которых ранено 5 подростков. Мы спросили у горожан, что их побуждает переходить дорогу там, где по закону этого делать нельзя. Ответы вторили один другому. Далеко. Нужно новый, точнее не новый, поближе здесь построить, установить. Страшно. Нам было сделать переходы правильно. Такой супермаркет сделали, а переход не сделали. Ну, в такую долю идите туда и сюда с больными ногами. Лучше страшно пройдем. Среди нарушителей были и те, кто о пешеходном переходе даже не слышал. А где пешеходный переход? Я вообще здесь не жил. Я первый раз сюда приехал. Нам пришлось индивидуально показывать приезжим заветный путь к зебре. Я плохо вижу, извините. Вот светофор, видите? Светофор. Вот там и пешеходный переход. Но это место далеко не единственное, где пешеходы выбирают путь напрямик вместо того, чтобы пройти лишние 100 метров до зебры. Нередки ДТП на пересечении улиц Заводская и Полежаева. Там были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом. Анастасия Турусова, Павел Толобаев. Наши новости.